Кстати говоря, по поводу черкесов, прочитал сегодня новость о том, что посол России в Турции сделал заявление, просто какое-то кощунственное заявление, сейчас я его зачитаю. Вот посол России в Анкаре Алексей Ерхов исказил историю словами о добровольном переселении черкесов в Турцию во время Кавказской войны. То есть, представляете, вот это вот переселение, по сути, это был геноцид черкесского народа, это был геноцид. Это вообще огромная история, даже название вот этих населенных пунктов, сегодняшняя знаменитая Красная Поляна, это место, где проводились сочинские вот эти игры, Олимпийские игры зимние в 2014 году. Красная Поляна, даже названа Красной Поляной из-за того, что она была заполнена кровью в свое время, в тот период, черкесской кровью. И убегая от этого геноцида, люди тогда перемещались. И этот посол России в Турции, он об этом говорит так, как будто бы это вот как сегодня бывают всякие там трудовые мигранты, экономические беженцы, которые едут куда-то там в страны Европы за лучшей жизнью. Как будто бы вот так вот просто, знаете, за лучшей жизнью тогда черкесцы переехали в Турцию. Примерно вот такое заявление он сделал. И на это отреагировала, значит, черкесская общественность. 13 февраля слова посла России в Анкаре Алексея Ерхова о криминальном образе жизни черкесов и их добровольном переселении с Северного Кавказа в Турцию в результате Кавказской войны вызвали возмущение Федерации Кавказских Ассоциаций Турции и Федерации Черкесских Ассоциаций. Короче, это такой хороший объемный материал, на Кавказском узле можете почитать об этом. Российский посол, в принципе, как обычно, решил исказить историю в выгодном для себя свете. Редактор субтитров А.Семкин